Меланома – это злокачественная опухоль, которая развивается из клеток меланоцитов, которые вырабатывают пигмент меланин. Вообще, злокачественное новообразование кожи стоят на третьем месте по заболеваемости онкологической патологии. Меланома занимает порядка 10% от общего количества случаев онкозаболеваний кожи. Во-первых, что хотелось бы сказать еще о коже. Кожа – это самый большой орган в теле человека. Что касается меланомы, факторами риска являются ультрафиолетовое излучение, наследственность, фенотип человека. То есть люди с белой кожей, блондины, с голубыми глазами, с рыжим цветом волос, они, конечно, более предрасположены к такому заболеванию, как меланома. Это неусы, ну и возраст старше 50 лет. Где возникает меланома, где она располагается? Ну, как бы бытует мнение среди обывателей, что в основном это, конечно, только кожа. Нет. К сожалению, ну, крайне редко, но бывает меланома на сетчатке глаза, бывает меланома на слизистых оболочках, полости рта, у женщин влагалище и прямой кишки. Меланома развивается только порядка, скажем так, 30% меланома развивается из имеющихся уже родинок. А 70% возникает, скажем так, ну, на чистом месте, где раньше не было родинок или родимых пятен. Вот. Значит, на что стоит обратить внимание? Если вы заметили, что у вас появилась родинка, которая начала интенсивно расти, либо родимое пятно, которое уже было, тоже начало активно расти, увеличиваться в размерах, значит, если у нее появились неровные края, асимметричность, диаметр более 6 мм, и она интенсивно растет, соответственно, и также окрашена в несколько цветов, конечно же, необходимо обратиться к специалисту. Ну, это в первую очередь на сегодняшний момент это семейные врачи, которые у нас благодаря областному городскому департаменту здравоохранения, городскому свету обеспечены полностью обеспечены дерматоскопами, что позволяет диагностировать такое заболевание, как меланома. Если вы обнаружили, что у вас есть образование, либо появилось, либо образование, которое уже было, оно как-то поменяло цвет, стало неправильно себя вести, кровоточить и так далее, вы можете обратиться к своему семейному врачу. За последний год у нас по седьмому центру было выявлено 27 заболеваний кожи злокачественных, из них 3 меланомы. И надо сказать, что все эти образования были выявлены в первой и второй стадии. То есть мы, выявляя такую патологию, сразу направляем в профильное учреждение, в онкодиспансер, где наши пациенты уже проходят специальное лечение. Уважаемые одесситы, в рамках Всеукраинского дня диагностики меланомы, который проходит по всей Украине 20 апреля, по инициативе Департамента здравоохранения Одесского городского совета, во всех центрах первичной медико-санитарной помощи и поликлиниках города пройдет акция «День диагностики рака кожи», организованная Одесским городским центром здоровья. В этот день все желающие одесситы имеют возможность бесплатно проверить свои родинки, в том числе методом дерматоскопии, с целью раннего выявления признаков злокачественного перерождения родинок и других на образовании на коже. Данные медицинской статистики говорят о том, что заболеваемость раком кожи выше в южных регионах, как говорил Владислав Евгеньевич, что связана с большим количеством ультрафиолетового облучения населения, которые являются основным фактором риска меланомных и немеланомных форм рака. Для Одессы, как для южного города, вопрос профилактики меланомы и других опухолевой кожи очень актуален. Поэтому мы призываем одесситов ответственно относиться к своему здоровью и приглашаем 20 апреля пройти профилактический осмотр кожных покровов у своего семейного врача. Помните, болезнь легче предупредить, чем лечить.